Большая Балашиха Добрый день, доброго здоровья, с праздником вас наступающим, всего вам доброго, чтобы всегда вы были такими же бодрыми, улыбчивыми. Значит, все нормально. Я никогда, как бы сказать, грусть не показываю. Когда началась война, Николаю Иосифовичу было всего 16. Он жил в небольшой деревне в Рязанской области. После призыва в армию его отправили служить на Дальний Восток в противотанковом дивизионе. Немец подошел уже в Рязанскую область. Часть районов уже попала под немецкую оккупацию. И нас две тысячи человек собрали и везли нас учителя из школы. После службы на Дальнем Востоке Шилкина отправляют в авиационное училище. Окончив его с отличием, он попадает в штурмовую дивизию в качестве техника самолета. На нем лежала большая ответственность. От работы техника зависела жизнь пилота. У меня летчик был герой Советского Союза. Вот он летал. И чуть, конечно, под конец, когда мне увольняться, с армию, чуть не разбился. Он прилетел и дым пошел за ним. Летчик на стрелка. Ну, как Вовка. Он говорит, да мне-то что, а у вас вот там неделю назад родился сын. И он сразу как встряхнул так, что он тут делает. Также свяжи в памяти ветерана события, которые происходили в день долгожданной победы. 45-го это неизгладимое впечатление такое. Все кричат, все стреляют. А никто никого не ограничивался. После войны он поступил в воинскую часть в Балашихе. Дослужился до звания майора, а в 60-ю годовщину победы получил подполковника. День победы в этом году ветеран будет отмечать вместе с другими участниками войны на городских торжествах, посвященных празднику. Алина Фазелдаева, Александр Спицын, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Субтитры создавал DimaTorzok